добрый день уважаемые садоводы с вами сад хризантем я вам хочу показать такой хитрый способ создания мини теплицы без заморочек на подоконнике берем вот такой вот ящичек можно побольше я просто показать как пример и стричь пленку обматываем все бака но все вокруг закрываем пленкой вот такой вот получается ящичек по стенкам до подняли я обмотала 4 раза покажу эти как стеночка получил при желании может кто-то захочет больше что прямо прям стеночку ушла но тоже вот пока заматывала сюда закладывал лишнее получается сейчас мы берем но дырочки делом чтобы у нас дренаж был немного просто чтобы не было застоя черенки на все равно тут недолго будут но у нас должен быть наполняем почва смесью торфом где-то примерно сантиметра 43 и так продолжаем вот так вот мы набили ящичек смесью убираем все палочки комочки ничего не было для бирок я возьму вот такие пластиковые полоски они не будут размышать маркер не смывающиеся и великолепно можно поставить вас докажутся на пускай они будут мягкие все равно не очень удобно и и кидаю вот так на черенки я нарезала в теплице сейчас я вечном сижу делаю все так же все по старой схеме берем подписываем сразу названием блин к розовый перечка у нас готова что мы делаем достаем черенки они маленькие сейчас у нас очищаем от все листва и снизу оставляем только вот на кошечку здесь я делаю без корневина я их буду проливать потом сейчас я вот так поставлю чтобы видно было я потом сверху пролью пропрышкаю летний нет неправильно говорю я их потом сверху не буду проливать я их только буду опрыскивать расстояние между ними где-то примерно у меня 10 черенков каждого сорта я взяла расстояние между черенками примерно где-то полтора два сантиметра это довольно таки экономичный способ черенкования плане того что вам не нужно покупать специальные ящики не надо там накрывать создавать какие-то тепличные условия сейчас мы высадим поставим весь черенок и накроем сверху пленкой вот такой маленький ящичек можно поставить до 100 черенков на окошке это место немного занимает когда они укоренятся тогда уже можно пересадить это все на стакан самый важный процесс образование корневой системы проходит вот в таких вот условиях почему я убираю вот это все снизу чтобы не было подпревание и чтобы лист не забирал силу у черенка пока не образовалась корневая система питания и воздух все через лист чем больше листовых пластин тем сложнее будет укорениться черенком они будут вянуть и забирать силу у черенка так и вот я вот эту бирочку прикопаю сначала там вот прям напротив этого редко так вот придавлю ее поправлю все черенки вот все они стоят одним рядком этот сорт видно что этот сорт все что этот с одним рядком стоит делаем дальше и так вот такой вот ящичек поместилось а бы мне немножко не хватает черенков на данный момент раз два три 4 5 6 7 8 9 10 100 110 120 130 штук ящичек как видите маленький между всеми черенками получается размер полтора на полтора закрываем сверху один сквозь сделать можно два как крышечка и оставляем на 5 дней воздуха и влаги там достаточно трогать мы не будем если это зимой или ранней весной то обязательно надо светку чтобы было хотя бы 15 часов со светом если это весной когда солнечный день больше 14 часов тогда до света не требуется но это менее тепличка все закрыто тепло не обветрится просто повернула хочу показать как бирки стоит черенки не обветрится не высохнут и естественно влага во внутри будет держаться до 7 дней вам не потребуется постоянно опрыскивать все удачное черенкование